Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках нашего видео я хочу познакомить вас с очень, на мой взгляд, интересной мушкой. Называется она Orange and Black. То есть, это классическая мокрая мушка. Она описана в книге Рая Бермана «Траут». Вообще, такая очень интересная мушка. Состоит она, как вы поняли, из названий, из оранжевых и чёрных элементов. Вообще, мушка с точки зрения вязания очень интересная. Ну и давайте начнём, потому что время у нас ограничено. Но я хочу показать вам мой вариант. Но, опять же, я не назову это уроком по вязанию или как-то ещё. Просто я покажу мушку, на которой я превосходно ловил головля на Сейме. Это речка в Курской области. То есть, вот, ну, так скажем, это моё видение этой мушки. То есть, я не претендую ни на какое там, там, отличное вязание. Вот. Ну, просто я хочу показать вам эту мушку. Итак, поехали. Берём белую нитку. В моём случае, этот Экстрим. Лучше всего её не брать. Это такое, знаете, моё личное пожелание вам, потому что нитка, честно говоря, очень хорошая. Она скручена, как вы видите, да, как в канат. Её очень долго раскручивать. Кроме того, она разделена на две нитки. Ну, неудобная нитка. И, то есть, когда мы начинаем мотать, ну, очень много рёбер. То есть, ребристое тело, получается, не нужно. Ну, не то, что ребристое, его, конечно, можно ещё после того, как мы сделаем подложку, после того, как мы закрепим в этой части шёлк, можно будет его разровнять. Будет, ну, в принципе, неплохо смотреться. Итак, мы с вами мотаем плотными витками в сторону загиба крючка. Кстати, о крючке. Крючок у меня сегодня Кенселадо, 3,4, размер 8. Ну, шестёрка у меня не было. Я купил восьмёрки, но, к сожалению, шестёрок нет. Ну, это не так важно. Это тоже такое пожелание самого визельщика. Хочет он использовать? Не хочет. Вообще, очень, так скажем, распространённое дело в мокрых мушках классических – это тип, кончик. То есть, в этой мушке его нет, и, в общем-то, из этого всё и начинаются, все проблемы. Потому что, скажем, когда не знаешь, то и наматываешь просто шёлк в этой части, да, он будет сползать. Ну, когда дойдём до части тела, я вам всё покажу и расскажу. Итак, сейчас мы будем с вами делать хвостик. Хвостик я предлагаю вам сделать из маховых перьев гуся. Лучше всего сделать из такого пера, как шёлдер. То есть, плечевое перо. Она более мягкая, и, на мой взгляд, она будет лучше смотреться в этой мушке. Ну, вот, у меня нет чёрного пера, и у меня остались только вот эти перышки. Так, берём четыре бородки, можно три, можно пять. Это зависит от крючка. Я возьму четыре. Может, даже три. Потому что тогда будет хвостик очень большой. Так, первый сигнал-то делили. Итак, я беру крайний от себя сегмент, прикладываю. И беру ближний ко мне сегмент. И делаю всё точно так же. Крепим. Накидной петлёй. Так, я вижу, что у меня уехало. Я просто так немного подниму, и, в принципе, всё. У нас сейчас станет хорошо. Пока это возможно, можем мы с вами как-то покрутить, посмотреть, подисправить, то, что село плохо. Так, я вижу, что у меня уехало. Чуть-чуть надправим. Главное смотрим в плоскости, чтобы получился хороший такой, скажем, домик. Почему я сказал, что шелдер лучше будет смотреться? Ну, он более узкий, более, так скажем, красивенький. Ну, на мой взгляд, конечно. Итак, вы видите, что у нас, в принципе, всё нормально встало. Домик. Так, в плоскости всё отлично. Мы можем с вами проматывать в сторону колечка крючка. Так, сейчас мы с вами подойдём к такому элементу, как тело. Я расскажу, как сделать так, чтобы шелк не сполз у вас в процессе рыбалки. Потому что это вполне возможно, если просто тупо намотать шелк на тело. Так, раскручиваем нитку и проматываем. Следим за тем, чтобы материал был сверху, сверхочка, и не крутился по всему цевью. Иначе, когда мы будем с вами мотать шелковое тело, мы получим с вами, так скажем, некрасивое тело. Она будет кривое, косое. Нам это нужно. Ну, в принципе, если вы вяжете для рыбалки, ну, можно. Но, если говорить о перфекции, то лучше так делать не стоит. Ну, вообще, тогда и мушка будет в потоке крутиться и вертеться, как и вздумается. Поэтому лучше сделать как можно более ровное тело. Это будет лучше смотреться. На мой взгляд, опять же. Итак, мы с вами чуть-чуть тут подмотаем. Пошли, не помню, сколько я промотал. Итак, у нас с вами получилась вот такая вот конструкция. И теперь мы с вами поговорим о том, все-таки, какой шелк я буду использовать. И вообще, что пойдет на риббинг, так называемый. На риббинг, по легенде, которую вы, наверное, видели в начале видео, там был поэт с легендой, там был написан вот риббинг, там черный, силк. Ну, я заменю его на шелк. И в легенде Боди, то есть Боди, это тело, написано Orange Floss, то есть оранжевый шелк. Берем, ну, вот такой сегмент, даже чуть побольше. Ну, вы видите, у меня мало шелка, поэтому я уже его берегу, так скажем. Чем меня не устраивает конкретно этот шелк? То, что, во-первых, он скручен между собой, и, как бы, приходится не наматывать сразу его, да, то есть, ну, неудобно, он широкий, получится, а его приходится вот так вот расщеплять и отделять. Так, мы с вами, вот, и еще один момент, можно отделить, скажем, в одной части будет больше шелкового, ну, ниточек, они же сплетены между собой маленькими-маленькими ниточками, можно отделить с одной части. Чтобы шелк у нас не сполз, мы возьмем еще одну шелковую ниточку и еще ее расщепим. Вообще, это любое дело вязальщика, хочет он ее расщеплять или нет, но вот я расщепляю, потому что сверху шелковое тело, она будет, ну, смотреться тоже не очень красиво. Ну, лучше сделать ее потоньше, она будет хорошо себя вести, то есть, ну, я имею в виду в том плане, что она будет хорошо, как бы это сказать, фиксировать наш шелк, то есть, чтобы он не сползал. И на риблинг, как я сказал, будет черный наш шелк. Мы также его отматываем. Очень много брать не надо, ну, буквально вот. То есть, в общем, ну, немного. Потому что, ну, риблинг он занимает, ну, буквально вот. То есть, чуть-чуть, ну, в том плане, что умещается по длине. А чтобы нам было удобнее его держать, ну, такой кусок, кусочек. То есть, он у нас буквально вот такой вот. Тоже его расщепляем, потому что, на мой взгляд, если сделать его очень широким, ну, тоже будет некрасиво. Вот. Мы с вами отделили. Подводим вниз нашего цевья. Ой, под колечко пучка. Снизу цевья крепим. Вот. Мы с вами его подтягиваем к себе и начинаем мотать в сторону загиба крючка. То есть, к хвостику. Я его закрепил снизу и чуть-чуть от себя. Объясню почему. Просто, чтобы первый виток, он у нас был, как бы, из-под низа и, ну, хорошо смотрелся, так скажем. Вот. Итак, мы там с вами всё так же ботными витками, потому что, если мы с вами этого не сделаем, мушка будет корявая и некрасивая. Вот. А мы всё-таки с вами стремимся сделать как можно более хорошую, прочную, красивую мушку. Да, и ещё лучше всего в защитнику. У меня, конечно, вакса не виньяровская. Она, ну, вот, мне больше нравилась виньяровская вакса. Она у меня, к сожалению, закончилась уже вся. Ну, очень долго она служила мне. Вот. Ну, конечно, так и закончилась. И у меня осталось только вапси. Но она для дебинга, ну, всё равно, в принципе, как вариант, неплохо. Вот. Так. Итак, мы с вами снова возвращаемся к цевью, ой, не к цевью, а к колечку крючка. То есть, так же мотаем плотными литочками, постараемся, во всяком случае. Раскручиваем нашу нитку. Да, и ещё. Вообще, говоря о пропорциях мушки, да, то есть, принято считать, что это полторы длины цевья, длина тела. То есть, длина тела, хвостик, я имею в виду, это имендационные мушки, ну, а тракторы, они больше, там, полторы длины цевья, чуть больше длины тела. Ну, вот у меня здесь длина тела. То есть, ну, я что-то не особо люблю делать длинные хвостики, но это, опять же, ваше дело, если вы хотите сделать полторы длины цевья или даже меньше, то есть, ну, кто вам мешает это сделать. Вот. Итак, снизу мы вот эту часть подрезаем. Вот этот кусочек чёрного шёлка мы с вами подрезаем, чтобы она не мешала в процессе обрезания. Итак, мы берём с вами толстую часть шёлка, то есть, которая у нас пойдёт на обмотку формирования тела, подводим её под низ цевья, ну, конечно, такой спорный вопрос, где низ, где верх, но, в принципе, он там, где жало кучка. То есть, вот, мы с вами подвели, можем даже ещё немного его вот так подтянуть, ну, в принципе, длины хватит для формирования. И сверху мы вот как раз-таки берём вот эту маленькую ниточку. Вообще, я, конечно, взял огромадный кусок для формирования, так скажем, такого элемента, который будет держать, я сейчас его подотрежу, потому что, ну, он вообще у нас тогда, ну, реально здоровый будет. Так, вот так, просто чтобы он ещё не мешал нам. Вот. Так, отводим туда. И начинаем мотать. Всегда следим за тем, чтобы шёлк у нас, который мы формируем в наше тело, был плоский и раскрученный. Потому что, если он будет у нас вот таким, как ниточка, ну, это будет не очень хорошо. И нужно стараться, чтобы он был, как бы, как можно более ровным. Вот. Так, плотными веточками мы с вами следим за тем, чтобы ещё вот эта ниточка была строго по центру нашего цевья. Никак иначе. Ну, то есть сверху цевь, по центру. Вот. И к концу всё-таки можно даже чуть-чуть подзакрутить, чтобы, ну, шёлк, вот, буквально, вот. Ну, это, конечно, ещё не скоро, буквально через 2-3 оборота. Примерно, опять же. Вот я уже начну закручивать его. Чуть-чуть. Это буквально, ну, движение пальцев неуловимое. То есть, где-то, ну, немного. Просто, чтобы шёлк у нас всё-таки не стремился сползти, а, ну, как-то держался на цевье. Уже можно заметить, что он стремится сползти по хвостику и уже начать по цевью сползать. Ну, это действительно такая ярко выраженная проблема у шёлка. Если нет тага или типа, ну, то в мокрых мушках тип. Ну, вот. Ну, хорошо, что есть такая маленькая уловка, как шёлковая ниточка сверху. Вот. Конкретно вот на эту мушку я ловил неплохо головля. Опять же повторюсь. Она, ну, такая, так скажем, не скажу, что прям какая-то жирная мушка, потому что, ну, она такая в меру упитанная, будем так называть. Вот. Ну, она такая специфичная, красивенькая. Вот. И ещё, вы, наверное, заметили то, что когда вяжешь шёлковое тело, туда оно идёт такое глянцевое, красивое, а к концу, когда мы уже второй свой наматываем, получается такой матовый цвет. Объясню, почему. У нас есть такая, как бы, для вязальщика проблема – это пот и жировые следы. То есть, у нас выделяется пот на руках и жир, то есть, и, ну, так скажем, частички эпителика, эпителия. И они у нас остаются вот здесь на шёлке, когда мы с вами разравниваем, вообще просто держим. И поэтому лучше всего бегать мыть руки, если мы хотим сделать красивое, так скажем, тело. Три. Три оборота закрепили, и вполне этого хватит. И вот как раз-таки сейчас мы с вами крепим вот эту шёлковую ниточку строго сверху нашей мушки. Строго сверху тела. Итак, мы с вами получили хорошее тело, то есть, я, в принципе, им доволен, оно получилось не ребристое, оно вполне себе ровное. И сейчас мы будем с вами делать ребинок. Но прежде всего мы отрежем вот эти все куски нашего шёлка. Ещё сделаем пару финишных, так скажем, креплений и отрежем. Посмотрим и снизу, повторим операцию. Ну, просто чтобы не мешались кусочки шёлка. Мы с вами его подзакрутим, и первый виток у нас как раз-таки выходит из-под низу. И закрепим. У нас получился вот такой неплохой риббинг, неплохое тело. Итак, а мы с вами продолжаем. Отрезаем излишек шёлка. Как бы берём нашу ваксу, я всё забывал получить ниточку, чтобы она была как можно более крепкой. Конкретно в этом месте. И, как бы, стараемся замотать эти наши излишки. К сожалению, у меня, как я уже и говорил, у меня нет шёлдера... Ой, не шёлдера, а шлапана. Или я не говорил. Ну, не столько важно. У меня просто нет сейчас шлапана чёрного цвета, чтобы сделать хакл из, так называемой, ложной... С помощью ложной бородки. То есть, чтобы он торчал, как крылышка. Поэтому я буду делать его как хакл. То есть, наматывать его. Мы берём с вами перо цвета гризли. Ну, опять же, если у вас есть чёрное перо, то лучше поставить чёрное. И если у вас есть шлапан, то лучше поставить шлапана. Наверное, я не знаю, в следующих видео я постараюсь приобрести уже нормального шлапана, чтобы сделать, ну, так скажем, как можно более правильное, ну, на мой взгляд, ну, более красивое, так скажем... Точнее, красивую мушку. Вот. Итак, мы с вами посмотрели по длине. У меня, в принципе, всё устраивает у конкретно этого хакла. И крепим. Ой, прошу прощения, ещё забыл поменять нитку. То есть, конкретно здесь мы ещё меняем нитку. На чёрную. Вот я делаю полуузел. Отрезаю белую нитку. Я хочу чёрную нитку. Чёрная нитка у меня... Я не хочу использовать UTC нитку. Она может сползать, даже если её одного чищить. Не очень точно. Вот я также пользуюсь сейчас текстерим. Но, опять же, это не очень... Не самая удачная нитка. Никому не рекомендую её использовать. Ну, в принципе-то можно. На сухих мушках. Вполне себе её можно использовать. Но я не ручаюсь за то, что какие-то там у неё супер-возможности, супер- там какие-то офигительные качества. И нитки нету на... Не самого лучшего качества. Нелико не самого. Итак, мы с вами всё-таки берём наш хакл и крепим. Раз, два, три, четыре, пять. Так, мы с вами закрепили. И начинаем подготовку пера. Делаем раз оборот. Да, и ещё некоторые обязательщики советуют обрубать... Ой, не обрубать, а... Отрывать верхнюю часть, так скажем, нашего пера, чтобы хакл был более жиденький. Это ваше, скажем, право. Хотите обрубать, хотите не обрубать, но я обычно не обрубаю. То есть, я не вижу в этом какого-то особого смысла. Конечно, да, будет более жиденького. Можно сделать полноценно три оборота, но я не вижу в этом какого-то особого значения. Можно сделать два, и он будет такой же густой. То есть, нормально. Или два с половиной. То есть, никто не мешает. Просто тут вопрос уже не о... Так скажем... Предпочтение... Тут уже вопрос не о вязании, а вопрос о предпочтении, что вам более, так скажем, нужно. Итак, у нас получился с вами такой неплохой хакл. Тут у меня не устраивает некоторые обрубки. И мы с вами подматываем и делаем такую цилиндрическую подложку. Так называемую. То есть, чтобы она была у нас, как можно, более такая хорошая. Чтобы... Не то, что хорошая, а чтобы у нас хорошо стало крыло. Так... И я буду вам показывать, как крепится крыло с помощью бумажки. То есть, у меня это... Так скажем, уже, не знаю, скриняло вы мне. То есть, я, как увидел этот способ, то есть, мне очень понравилось ставить крылья с бумажкой. То есть... Ну, опять же, это дело вязальщика. Хочет он делать его или нет. То есть... Я не считаю это каким-то таким плохим делом делать, а у кого есть с помощью бумажки. Итак, мы с вами взяли такую бумажку. Лучше всего пожёстче её взять. Ну вот. И надеваем. Берём наши пёрышки. И... Берём с одной стороны, где-то приблизительно 15 бородок или 13, что-то в этом роде. Вот. И... Отрезаем. И аналогичную операцию проводим на другом крылышке. Итак, мы с вами взяли два сегмента. Антилилии их. Да, и ещё. Перья маховые, гуси, они, во-первых, имеют такую, как бы, выгнутую форму. Ещё, если говорить о закреплении, то они очень такие конусные. То есть, у них ярко выраженный конус. И где-то нужно крепить в месте, где заканчивается, скажем, треугольник. То есть, ну, вы поймете, о чём я говорю. То есть, когда будете вязать, потому что, ну, он ярко выраженный, так скажем. Конус. И о пропорции крыла. То есть, это где-то... Говорится, что верхняя часть должна приходиться на середину. Но это, опять же, условности, потому что мушки все разные, и, соответственно, пропорции тоже. И крючки тоже разные, пропорции совершенно разные. Поэтому, ну, такая вот, скажем, штука. Вот мы с вами совместили, закрепили. Особо сильно не нужно как-то держать. И ещё мы с вами пирожка вниз, вот так вот, складили, чтобы дать ему форму. И так, ну, так скажем, с Богом. Мы с вами зафиксировали. И, как бы, продавливаем вот так вот. Стараемся, чтобы наша крючка встала. И так, у нас всё, в принципе, хорошо встало. Я не вижу здесь каких-то особых плохих моментов. Кроме того, что у меня разошлось крыло. Крыло, ну, это, в принципе, сейчас мы исправим. Очень быстро. И так, у нас с вами, единственное, меня не устраивает вот конкретно в ней, это то, что крыло не параллельно телу. То есть, нет такой прям, оно, как бы, чуть-чуть вверх. Ну, в принципе, для рыбалки-то нормально. То есть, ну, вот, как-то так. И так мы с вами ещё делаем финишное закрепление. Итак, мы с вами сформировали головку. Всё закрепили, всё отрезали. И, так скажем, финишное закрепление. Лачить головку я не буду. Ну, на видео не хочу. Потому что лак у меня загустел. Ну, и, так скажем, нужен разбавитель. Разбавитель у меня, так скажем, не под рукой. Вот. В принципе, лачится головка три слоя. То есть, первый слой – это пропитывающий лак. Потом у нас идёт через где-то полчаса, сорок минут. Следующий слой – это уже погуще. И уже на следующий день финишный слой третий. И, в принципе, на этом всё. Будет красивая глянцевая головка. И как-то так. У нас получилась с вами вот такая мушка. На мой взгляд, она… Ну, крыло, честно признаюсь, она широкая. Ну, в принципе, нормальная для оболки. Но меня она не очень сильно устраивает. Это был мой, так скажем, вариант. Я не ручаюсь, что это супер какой-то вариант. То есть, супер какая-то мушка. Нет, далеко не супер мушка. По всем пропорциям, по всей технике моей. Но можете пользоваться этим вариантом. Он вполне рабочий. Итак, спасибо за внимание. Подписывайтесь, конечно, на мой канал. В дальнейшем я всё-таки думаю продолжить вязать мокрые мушки. То есть, скажем, показывать свои варианты, свои, так скажем, мысли на этот счёт. То есть, ну, смотрите, и с вами будет интересно. Итак, как я и сказал, спасибо за внимание. Всем пока.